Всем доброе утро. Время 6 утра. 5.50 даже по-моему. Стартуем. Чай пить пока не хочу, хорошо, у меня сливы, банан. Короче, сейчас просто чайку попью холодную. В холодильнике я на ночь выключаю, потому что он держит как термос. Пофигу. Покушать есть. Есть чай. Чайок. И все, и пойдет. Ладно, поехали до заправки. У нас газовая заправка совсем рядом. И все, заправляемся и погнали. Сегодня до Питера, до Питера, до хрена, ребята, штука точно. Поехали выезжать. Так, мы заправились. Там стоят на обочине Камазы полностью на газу. То есть сзади кабины такой короб, в нем куча-куча баллонов. Еще плюс поменимого заместо бака баллоны. Ну, я не знаю, насколько хватает. Если на Скане было там целая куча баллонов, это всего на 500 километров. Для меня, по крайней мере, это нет. Я сел бы на газовую машину, только когда будут заправки там конкретно большие и их будет много. И все-таки зимой опаска. Это тебе не соляка, чтобы с канистра налить и поехать дальше. То есть тут никак не получится. Хватит, Камаз. Почему ты такой трясочий, бляха-муха? У тебя кабинка тяжелая. Он должен плавать тут, плавать вот так. Не чувствовать нихуя. Ну, у нас соотношение веса кабины, нагрузки на рессоры, правильность работы амортизатора. Никто не учитывает всем похуй. По болтам подошло? Ладно. Вот и все. Я сколько говорил про Батырк про эту хуйню и здесь про этот КамАЗ. Блядь, они показывают, что они там поршня, чуть ли не по громовкам вымеряют, блядь, просвещают. Там что, ну что все заебись якобы. Ну, с рессорами там. Ну, ребята, ну вы сядьте сами на нем пройтись. Ебам-рама. Вчера с водилой в кафешке болтал, он говорит, пиздец, сел на КамАЗ. Я говорю, что он говорит, трясучий. И мысли начали уже разговаривать за одно и то же. И он сказал, что тоже у него падают все приборы, пропадает все. Остается тахометр, спидометр. Ну, он, говорит, массу выключает на 30 секунд. Помогает. Мы посмотрим. У нас пока такого не было. Тьфу. Все-таки мы его выбирали. А, КамАЗы уже уехали. Все. А, нет, вон они стоят. А, полностью на газу. У них бампера так еще вынесены. Рыженькие, синенькие там. Один рыжий, другой. Ладно, погнали. Так, увидел такую стелочку. 8 километров. А в Таталье там чехлы, всякая фигня. Зайдем, будем смотреть. Это вертолет. Мужики сейчас сказали. Я говорю, типа, надо найти, чтобы не проребать. Они говорят, типа, у вертолета. Там стоянка есть, остановишься. Так, то сейчас я пойду смотреть. Найду, не найду. Криминальная Россия, как всегда. Я не знаю, чем она мне нравится, но я просто в шоке с мозгов людей, которые совершают такую хрень. И столько имбецилов, которые... Я не знаю, зачем их садят. Их просто надо всех к стенке. Трых нахуй, и все, и забыть. Просто пиздец, это мозг у людей. Больные люди. Здоровый человек, он на такое не способен. Ай, у меня было одно решение. Просто на боль. По пальцу отрезать по одному. Хоп! Больно, бля! Во второй, третий, четвертый, бля. Чтоб мучился. Пидорас. Вот так вот. И зверьте, блядь. За копейки за хит. На пятый день после исчезновения студента Бошен принадлежившему телефону. Так, ладно, все-все, тормозить будем. У меня коричневый, и есть у меня черный. А черный с какой строчкой? Топорный. Черный? Комансный, я вот, еда. Я удачно попал. В общем, ковер на автомат, буду дырку вырезать сам. Полностью. Ромбом. И стол. А он, такого нет, чтоб ромниками был тоже? Нет, такого нет. Я тем, можешь снять с него лекало, я отвезу в цех. Можем по этой твоей выкройке сделать из такого материала, да. Только надо будет подождать, конечно. Ну, заехать, допустим, потом, да, чтобы... Да, я, если что, я твой номер возьму, мне надо только лекало с него снять. Сейчас откроем, да, посмотрим, что он там вставляет. Он со стволом заморачивается, он не будет, пойдет, короче. Да, не буду делать красное. Все, потом установим. Я резинку подниму, дырочку вырежу, еще лучше получится. Что еще надо? Как зовут этот рост? Руслан. Руслан? Привет, привет, давай говорим. Всем привет, голозная. Мы на вертолете. Сейчас, что-нибудь еще посмотрим. Руслан, Геринку, привет. Тут вообще выбор всего. Все, что хочешь. Класс. Такой марки. Я же здесь, синий, тоже. Там были только черные, серые и красные. Ну, взяли красные. Вот такой бы, в принципе. Да нет, черный не надо. Нет, что взяли, вот нормально. Да, красный лучше. Синий тоже нет. Что-то разноцветное будет. Да, все есть. Так как я криворукий, попросил с собой от стола здесь. Скотч вот тут, да, проклеить? Да. С липучечками приклеиваю в канаве. Да, ну, потом отрожаю. Да, если что, можно снимать ее и ставить на место. Ну, я так же на уле поклеил, потому что КамАЗ трясется так, что выпадет все. Услан помогает. Я довольный. Шторы мы взяли все-таки черные. Где там, видно? С белыми штучками. Чтобы не сильно пяш-трубило. Пошли. Пошли, да. Я попросил собрать, потому что, мало ли, что-то тут не так. Лучше пусть собраны. Мастер сам знает. Да. Сами собрали готовый столик. Даже с этим, со скотчем идет. Все, набрал, набрал. Довольно твоя душенька, Николай? Да. Ладно, эту штуку я не стал заказывать наверх. Пускай все-таки черненькая будет. Сильно много будет красного. Сочетание ромбиков. Шторы я взял черные. Еще раз повторюсь. Вот такие. Тоже, чтобы не было сильно пестро. Будет подходить под цвет на чехлах черные. Шторы черные. И белые пумпушки. Это не отпало. Это так. Тут такая вот защелдочка. Так и закрывается. Я на одну закрываю. Вот. С белыми пумпушками какие-то новые шторы пришли. Но они какие-то прикольные. Такие вот дуют. И сверху будет ламбрекен. Стандартная штора, как видите, я уже приносил тут на пробу одну штучку. Вот она у меня. Вот такая. То есть я купил вот такие штуки. Где они у меня? Вот. Которые у меня будут втыкаться. А это будут переходники. Потому что на шторах есть дырочки. В них втыкаешь. Вот видно. Переходнички. Заводскую шторину мы аккуратненько снимаем. Сворачиваем. Вложим в пакетик и под спальник. При случае увольнения, чтобы достать, повешать. И водитель принял со шторой. Все. Эти шторы, они меня устраивают. То, что если я возьму швелюровые, будут толстые. Эти мне устраивают вполне. Эти можно было тоже поменять. Но они хорошие. И нравятся мне вот эти пумпушки. Вот такие они пыль не собирают. И особо не мраются. И не болтаются перед глазами. То есть эту шторину я оставил вольверскую. Надпись вольвер, повторюсь, у меня закрыта. Владиковским подарком. Влад, твой подарок. Ну и все, в принципе. Больше мне ничего не надо будет. Только придумать какой-то лоток, чтобы разуваться там. И все. Все, погнали, что ли? Да, где-нибудь потом остановимся, как устанем. И попробуем что-нибудь развешивать. Когда бы стол установить. Час времени займет все. И сделаем. Погнали. Проехали почти половину 108-й. Где-то едем вот с подписчиками. Я, правда, не спросил, как зовут. Доедем до стоянки. Там душ. Покушаем. Асфальтированное. Я помою там пол. И пока, наверное, резиновый коврик не купил глубокий, чтобы там разуваться. На пакетик пока. Кроссовки вообще уберу. Тапочки на пакетике буду разуваться. Потом возьму коврик резиновый. И уже на этот основной положу. Что, готовимся трогаться? Короче, как раз отдохну. Все разложу. Вот с этой штукой не знаю, куда буду делать. И платошку маленько ниже придется отпускать, наверное. Ребят, никто не подскажет, никто не шел через Кострому дорогу. Что там дело сделали, что там не сделали. Кострома – это известная дорога. С бумагой 3,5 я еще хватает. Поехали дальше. Солнышко вылезло в Москве. Только сегодня думал, надо проверить леску. Посмотреть. Не протернулся. Опять усы порвались. Только сегодня думал. Сейчас думал, стол буду ставить. А, я хотел этого купить, как он называется, хвост. Чтобы болтался. Промдумал, у меня рукусы висят. Ладно, не буду брать хвост. Надо посмотреть, чтобы они не порвались. Точно порвались. Во всей кабине. Все, я в душ. Собрался. Потом, да пока уберем. Потом положим. А, еще вот ремешок купил КамАЗ. Еще и с красным повезло. Все под красное. Потом покушаю. И, еще, буду заниматься. Сейчас отдохну и поедем дальше. Ну, что, начнем. Все салфеткой протрем, чтобы она обижирилась. И приклеим стол. Убираем медведей. Эту штуку снимаем, потому что она выше пойдет. Посмотрел, хотел другую купить, не нашел. Короче, тоже треугольник какой-то, он такой бледноватый. Оставил этот, как талисманчик. И буду вот с этой штукой, если она помешает, как-то передвигать, делать. У меня тут прям все, я под миллиметр. Ладно, все, начинаем. Начнем со стола, потом здесь отмою. А, автозапчасти, я вот все думаю. Иду в душ и думаю, что же мне автозапчасти надо было? Коврик купить. Освободил место. Вот он у меня высыхает уже из-под салфетки. Плюсы в чем, что встал на солнышко. Сейчас панель горячая, чтобы двусторонний скотч прям приклеился. Обалденно. Ладно, пробуем, достаем нашего красавца. Стол. Что, он в пыли? Нет, чистый. Ну что, ребята, теперь проблем с бумагами нет. Формат А4 спокойненько влазит. Так, все на магните. Короче, вот так вот он будет у меня стоять. Шикарно. Подходит вроде, я не знаю, как его сдвинуть куда лучше. Короче, так-то. Шикарный стоп. Частотник будет открыт. Здесь вот так вот. Ему не мешается. Но ниже его не сделать. Да и в принципе, вот эта штука у меня хотя бы останется. Потому что я ее так провел. Нравится как. И все, она у меня останется, эта штучка. Все, пожалуйста, тебе. Авероподсы заряжаются. Лежат уже штучки. Это основной. И тут еще запасная. То есть, хоть что. Такая же USB-флешку. Здесь еще плюс запасная. То есть, вообще нравится. Здесь у меня планшетик пойдет. Обалдеть. Это сейчас я еще низко сижу. Ну-ка. Поднимусь. Поднимайся, поднимайся, поднимайся. Да, нормально. Шикардосно вообще. Что вы сейчас будете? Или он чуть-чуть наклонен, или нет. Но опять же, тут подножка. Она нет. Она стоит как положено. Ровно это мне просто кажется. Да, ровненько. Все. Ставим. Прикрепляем на скотч. Трак. Стол КамАЗовский. Нарисована Вольво. Намеки Николая. Красная Вольво. И фашка. Ладно, нравится, нравится. Что-то нехорошо, что остался. Я думал, он закроется как-то тут столом. Так, ну что, ребят, готово. Со столом закончил. Все, не трясется ничего. Так, у меня медведи. Планшет. Стал немножко породнее. Провод убрал здесь. И эта штучка у меня вот так вот все стало. Все хорошо. Так, теперь что со шторами. Вот такая вот заглушечка здесь была. Здесь вставлена, отщелкивается. Так, чик. Снимаем стандартную штору. Пумс. Вот такой у них длины. Пумс, пумс, пумс. И убираем подпалку. Потому что здесь они пришиты. Но мы не будем портить заводское. Это чужое имущество. Складываем, убираем. И открываем эти шторки. Так, короче, у меня вот такие еще ламбрикушки. Ну, они вот так вот расцепляются. Это типа их зацеплять, чтобы красиво было. Но у меня есть такие штуки на двухстороннем скотче. Я могу сделать вот так. Но я не буду, я сделаю прямо. Там пойдет ламбрикен. Ламбрикен, факт в том, что он у нас... Где он? Где он? Вот. Нет. Это вот внизу, наверное, да? Вот он. Он на липучке. Это придется степлером. Я не хочу. И здесь его по верху мне сделать. Я, короче, сейчас беру вот эти вот клипсочки, которые... Их по 10 штук. Одеваю все 30. Продеваю все 30. И 30 переходников, которые цепляются. И, короче, они будут висеть. И помимо, я буду пропускать через этот ламбрикен тоже туда же повешу. Двигаться у меня ничего не будет. Будет висеть вот так вот красиво. Все, зашториваться не будет. Все, пробуем. Одеваем. Одевается легко. Чепок. Все, она будет ходить. И вот так вот все. Чепок. Сейчас я сделаю. Здесь краю штукка получается до конца не будет висеть. У меня есть... Сейчас покажу. Говорите, говори. А показывать тоже показывай. Так, так, так. Семечки, не высыпайтесь. Секундочку, ребята. Есть вот такие вот штучки. С двух сторон. Двусторонний скотч. А посередине... Липучка. Вот. То есть двусторонний скотч у нас... Сюда. Ну, можно пополам сделать. Сюда-сюда. Вот сюда хотя бы. Вот так. Чтобы она здесь не провисала, свет не был. Ну, можно по две. Сюда-сюда. Вот так-так. Сейчас сделаю. И на ткань. Погнали. Кучу уже в завершение. Так, вот так вот получается. Ну, понятно, что она будет за сиденьем. Так, чтобы прицепить лабрикен, получается, у него есть, я еще раз покажу, чтобы было более-менее понятнее. Вот такая вот хрень, которая отцепляется. То есть нужно сначала вот эту сделать, потом к ней уже лабрикен прикрепить, да? Мы сейчас берем вот эту ленту и в ней проделываем дырочки. Продергиваем, вроде вот штучки. А здесь я сделал вот так вот. Открываем, оттягиваем. Через одну. Везде. Везде через одну. Вот, видно. Одна, 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 одна. И лабрикен крепим уже сверху, здесь. И ничего не надо будет. Во-первых, на штору они будут съезжать никуда. Потому что они будут держаться здесь-здесь с основными. Коротким. И все. И ничего не надо будет степлером дырявить, и все на свете. Красота. Приступаем ко второй. Поехали. Да, забыл сказать, шторы намного шире. Но как видно, что они у меня аккуратно, да, сделаны. А, я еще не доделал. Мне же эту надо еще продернуть. Вот, я, короче, ее загнул и сейчас в эти же дырочки проделаю. Она будет у меня вдвойне. Мало ли потом на другую машину. Сейчас я сюда же их продерну. Все, готово. Вот у меня второй слой. Чуть ли не в два получилось. Спокойненько будет висеть. Отрезать мне надо, мало ли, кто-то пригодится. Красота. Еще и темнее сейчас стало, да? Тут всякие нитки тут у меня. Ладно, продолжаем. Привет туда кого-нибудь. Ты зачем? Кот будет в этой листматери еще один. Я вот занимаюсь шторки вешаю. Спасибо. Держи, коля. Так и так весь в игрушках уже. Ну, это еще один кот. Сюда в угол. Конечно. Ничего себе кот. Да, спасибо. Нет, за что, не нужно. Что, как? Что, братцы? Как-то вот так. Короче, я вот здесь сделал вот так. под столик. Аккуратненько. Понятно, он еще слежится. Вот мне аккуратненько, аккуратненько. И здесь сейчас буду вырезать. Потому что этот на автомат сделан. Буду вырезать сейчас. Все, там все шикарно. Там тоже вот этот край я заделываю туда. Может быть так оставлю. Туда хочу сделать его. И тут упорядочу. Теперь вот за стол. Просто мне уже ехать надо. Потому что я приеду. Это уже ладно. Главное, чтобы он слежался у меня вот именно здесь. Все, чтобы ровно было. Обалденно. И холодильник на место стоит. Класс. Все, ребята. Душенька моя спокойно. Кота подарили. Там вот так вот. Ну, повешал, пусть висят. Потому что они остались с этих штук. Когда их делать, хрен его знает. С задней стенкой будем еще дальше думать, что с ней будем делать. Хрен его знает. Ну, я довольный. Ну, и безумно красиво, короче, получилось. Класс. Так и хотел. Михаушечка осталась. Здесь вот так вот. Так что следите за чистотой, ребят. Это приятно. Так, что я полез хотел сделать? А, все. Ну, ладно. Пока-пока всем. Мы стартуем. Поехали. А, вот пока у меня так вот будет. Потом сюда коврик буду делать какой-то. Такое, чтобы можно было вытряхать его. Котейка, привет. Дведи, привет. Мелкая, привет. Смешая такая. Ребята, мне стало казаться, чтобы кабина стала больше, блядь, аж. Потому что стол такой длинный, прямой. Вообще кайф. Класс. Молодец, молодец, Николаша. Все, продюр уже хватит тереть. Что-то меня куда-то Яндекс опять ведет. Ладно, поехали. До Петербурга. Где-то еще надо будет на заправку заехать. Перед падкой. И купить водички, потому что водички нет. Что бы окошки помыть. Поехали. Счастливой на дороге. Ой, спасибо производителям вот этих вот всех штучек. Мы все-таки в душе дети. Потому что нам хочется вот этого всего. Уюта. Ты правильно здесь живешь. Вот атермалкой в этом рейсе затонировались. Ветровики я поставил в прошлом рейсе. В этом стол. Кстати, он не прякает ничего, я его проклеил. Он у меня здесь в двух местах, там в двух местах. И здесь пятое место. Как раз вот эта штучка, она. Сделал с отрывной. Как бы съемный. И вообще просто огонь. А, я и думаю, что-то мне кажется, может тише стало. Немножко. Поехали. Тут отправляюсь. А, ребята, приятно, да, вот так, когда смотришь в салон? Мухаушка. Кидаль чистая. Тут наполировано все. Тут наполировано. Дальняя цепь. Класс вообще. Молдей. Банчики. Только помыть надо его. Грюзнуля. Копейка. Копейка. Мам, вспомнить. Класс теплисты должны. Прямо вся. И машину всю целиком, чтобы помыть надо. Дранировочка легкая, легкая. Отсюда вообще нормально. Я, грубо говоря, в дождь проехался, это, дождик и темно было. Вообще классно. Нормально видно. Еще бараночка. Ну, мне такая пленка больше нравится. Не знаю почему. Прикольно, короче. Я доволен. Стотник. Ну, это не видно, это когда дверь закрыта. Бараночка вот так. Здесь стоят вокалы. Там пионерка. Все. Все, ребят, у нас уже время полдевятого. Я выехал на платку. Мне 4 часа по платке и там где-то 2 часа. Еду до места. Уже стемнеет, снимать ничего не буду. Завтра монтировать, потому что телефон прям забит, призабит, призабит. Уже начинает пиздеть. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. А мы погнали. Класс. А, кстати, подведем итоги. Ты сейчас наговоришь, Коля, у тебя опять места не хватит. Подведем итоги. Сколько затрачено было в обустройство КамАЗа? Примерно. Ну, примерно я посчитал. То есть, примерно. Магнитофон. Пионер. 9000. Колонки, вокалы. С частотой-дикой вместе. 5000. Стол. 3300. На пол. Вот сюда, на пол, на эту. По-моему, 3500, что ли. В общем, сегодня я купил вот эту на пол. Стол. И вот эти вот шторы. С ламбликенами. 9200 я отдал. Плюс у меня ремешок был. От КамАЗ. С красненьким не ремешок, а на шее вот эта штучка. И что еще купил? Да, и все. Ну, и вот эти вот переходнички, которых зацеплял. 9200 вышла. Вот, 9200, но округляем. 9. Магнитофон 918. Плюс 5. 23. 23. Чехлы. 3500. 3500. 26500. Ну, там еще плюс с округлением. Пускай 27. Ветровики. 1000. Чуть-чуть. Те были у нас, которые не подошли. 1650. Здесь я доплатил 180 рублей. Ну, пускай 2 рубля округлим. 29500. Тонировка. Ну, тонировка со скидкой. Спасибо огромное. 3500. Что еще мы сюда взяли? Ну, фэри, щетку. Это я не считаю. Это все расходники. Что мы сюда еще взяли? Холодильник был свой. Шторы вот эти были свои. Передние. Вот этот тоже был свой. Держалка на телефон. Что-то 600 рублей. Держалка под планшет. 1200, по-моему. Не соврать. Или та у меня 1200 была. Короче, грубо. Округлим полторашка. Вот это все. Так, что я там уже насчитал? 30. Короче, ну, пригурилки и вся эта фигня. 35 тысяч, короче. Это с учетом своих штор. Вот этих вот. Планшет свой получается. Что тут еще? Воздушка это Саша подарил. Обдувалка. Ну и все, в принципе. Матрас дополнительный я сюда не стал покупать, потому что на тех КамАЗах были матрасики хреновенькие. Здесь 19-го года, который у них уже толстый матрас. Удобный, кстати. Он в меру жесткий, в меру мягкий. Что у меня еще остается по планам? Заднюю стенку утеплить. Разбирать я все-таки не буду, потому что боюсь, что я потом не соберу. Так вот. Либо заказать в ателье. Вот здесь вот поролон получается в этой штучке. Отмерить, ну, либо его позвать, чтобы он померил. Вот по линию. Подожди, включи свет. До какого толку он туда не попадает. Вот по ту линию, да, не попадает. Там отдельно надо включать. То есть наполовину кабины. То есть верхушку не буду делать. Аккуратно, чтобы он еще под кнопки оставил, вырезал. В ателье заказать вот такую штуку. Ну, правда, утеплитель здесь пятерочка. Мы сделаем с десяточки. Потому что толстый. Так же мне прошили, сделали. И можно уже будет обтянуть спалку. То есть палка будет тоже вот под такой материал сделана. Вот, и в принципе, наверное, я на этом всем остановлюсь. Ну, еще мне нужен регистратор. Регистратор надо какой-то хороший тысяча за 15. Чтобы был с качеством, с офигенным. Сюда вот сделаю. Хотя там вроде как пионер пообещал. Ну, ладно. Не будем выдаваться. Вроде пообещали. Надо будет Владу позвонить в Сочи. Влад говорит, тебе пионер предложил. Ну, ну, хорошо. Предложил, возьмем. Чего нет? И в принципе, наверное, да. Я закончу. Больше, в принципе, ничего мне не нужно. Спалку я не поднимаю. У меня, получается, боковой отсек сделан под всякие коробки из-под платонов. Там вот эти штуки. Баллоник лежит. Там, когда-то у меня здесь сбоку. Средний шкаф у меня тушенка. Супы. Такие вот, как типа гулеши, всякая бяка. Вода пятерка. Дополнительная запасная на всякий случай. Сигареты. Там тоже сигареты есть. И все. И остальное, в принципе, можно сделать под вещи под зимние, что ли, какие-то. Чистые вещи я хочу взять вообще с собой. Это шорты, белые кроссовки. Потом брюки у меня есть. И отдельно в шкаф положить. Прям запечатать в пакетик. И положить в шкаф. Мало ли, в каком-то городе застряну на сутки. Либо там на двое. Спасибо, спасибо. И пойду погуляю. Вот. Где-нибудь, мало ли, в каком-то городе. Или в Тюмень поеду. Допустим, переоденусь. Машину на стоянку поставлю. И хоть со знакомыми увижусь. В общем, все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Будем что-нибудь снимать. Какие у нас будут загрузки. Потому что они в основном у нас всегда разные. Обратка. Да. Обратка у нас бумага. Счастливой нам дороги. Ни гвозди, ни желудка. Целом. Процеп. Пока-пока.